Большинство жителей Архангельской области, имеющие право голоса, собираются прийти на избирательные участки 9 сентября, чтобы выбрать своего представителя в региональный парламент. Об этом говорят опросы, которые проводятся в муниципалитетах. При этом в каждом районе важно учесть свои особенности. Удаленность, активность избирателей, работу избирательных участков. Стоит заметить, что в большинстве своем область уже готова к проведению выборов. Сходить на участок по месту нахождения, проголосовать досрочно, работа избиркомов до 22 часов. Новшества, которые появились на выборах депутатов областного собрания, северяне уже оценили. Удобно, чтобы продлили голосование. А почему? Да действительно, потому что люди некоторые работают до 9 вечера, как раз успевают. Люди приезжают с дач, могут проголосовать люди, которые работают сменами. К выборам на 99% готов 31 избирательный участок Кутлоса. До 9 сентября тут ждут почти 57 тысяч человек. Как правило, у нас не бывает никаких проблем с готовностью избирательных участков. Сегодня у нас есть полная информация о том, что необходимо сделать на участках. Полная абсолютно. Кутлоский район всегда отличается высокой явкой избирателей. Вот и в этот раз жители Юга области собираются активно голосовать. Обязательно нужно ходить на выборы, потому что выборы выбирают тех людей, которые представляют нас. Это наше будущее выборы, как говорится. Мы выбираем того человека, что он сделал нам на будущее. Кстати, в Коряжме 9 сентября откроется 20 участков. Их готовность проверяет всегда лично глава города. Замечания еще есть, но не существенные. У нас замечания были по охране избирательных участков. То есть это не столько по охране, сколько по кнопке тревожной сигнализации, когда необходима экстренная помощь, вызвать экстренную помощь. Но этот вопрос решаем. Свои проблемы и чаяния готовы адресовать своему представителю и жителе Ленского района. Несмотря на удаленность территории от областного центра, из Яринска гораздо быстрее добраться до Сыктывкара, нежели до Архангельска. Местные избиратели всегда очень активны. Явка на выборах президента, к примеру, составила более 50%. От нового созыва депутатов ожидаю пристального внимания к проблемам нашего района. В частности, к проблемам экологии, к проблемам образования и в частности, к дополнительному образованию. От нового созыва я жду больше внимания к детям-инвалидам и молодежи. А вот в Виноградовском районе активно идет досрочное голосование. Свой выбор уже сделали жители удаленных деревень. Шошельце, Верхняя Кица и Корговина. Люди знают, за кого придут голосовать, за кого отдадут свой голос. Они голос свой отдадут за развитие района, за тех людей, которые готовы помогать нашему району. Всего в районе около 14 тысяч человек, кто имеет право голоса. Почти всех уже пригласили прийти 9 сентября на избирательные участки. Приступили к работе с 19 августа все 23 участковые избирательные комиссии, образованные на территории района. 150 членов участковых избирательных комиссий на сегодняшний день осуществляют поквартирный обход избирателей. Процент явки на выборы в Виноградовском районе пока не прогнозируют. Но жители настроены прийти на избирательные участки, поскольку здесь, помимо депутатов областного парламента, пройдут до выборов в местное муниципальное собрание. Алексей Шемякин, Регион 29.